всем привет добро пожаловать в мою оранжерею но это зам директора новый подрастает одни директора у нас а что ты ушел то не хочешь сниматься скажи видео о чем сегодня будет а видео сегодня будет о гибискусе моему гибискусу уже года четыре я его покупала таким небольшим где-то в садовом центре наверное школе и здесь ну два сорта он привит но дело в том что на нем даже не два цвета от 3 потому что от ярко-розового вот здесь вот смотрите красный бутон я потом поближе покажу причем розовый и смотрите желтый я даже четыре могу сказать цвет представьте он прям персик будет а это слегка с розовым я очень довольна своим гибискусом красивое растение уходил и однодневки считаются да как бы вот но у меня гибискус держится цветок два дня а есть красный гибискус попозже покажу вот тот однодневка то есть цветок держит всего один день в летнее время он у меня стоит на балконе на зиму я ему конечно заношу в квартиру боюсь оставить хоть таких морозов нет но переживаю такой красавчик посмотрите вообще обалдеть просто так глаз радует смотрите на нем кстати могут еще зацвести не махровые цветы я не знаю с чем это связано в этом году он у меня зацвел в начале два было не махровых а потом опять махровые цветы появились а этот желтый смотрите какой прям желтый я обязательно потом сфотографирую и выставлю в сообщество когда расцветет я думаю что завтра вот этот распустится уже красавчик мой посмотрите сколько бутонов этот красный и сейчас я расскажу как я за ним ухаживаю вот у меня второй гибискус он просто красный обычный однодневка цветы держится ровно сутки но у меня был большой если кто смотрит до мои видео они помнят что он прям большой был в этом году он у меня можно сказать перезимовал перезимовал и замерз и мне пришлось его обстричь прям вот прям вот а торчало однако черышка и вот весь оброс такой пушистый стал так что пошло на пользу директор идет одни директора на арси одни директора то у нас красавчик мы могу сказать что гибискус это неприхотливое растение такого ухода особого в общем-то и не требует главное вовремя поливать и удобрять удобряем я его удобрением для цветущих растений но я использую фертику люкс я уже вообще во всех видео говорю мне устраивает это удобрение которое идет в порошке чуть-чуть на кончике чайной ложечки это на литр воды и достаточно но я подкармливаю раз в 10 дней в летний период если освещение хорошее то я могу не зимой подкармливать просто пореже чуть-чуть а пропорции все те же самые грунт универсальный место конечно любит такое светлое солнышко любит но не обжигающее либо утреннее либо вечернее либо подсветка нужно быть потому что если ему солнца хватать не будет он не зацветет а так вообще прям будет радовать вот меня он радует сильного все прям обожаю и цветет все лето какой-то период там немножко отдохнет и опять зацветает из-за родителей может конечно напасть паутинный клещ но это в том случае если опять же не будет хватать света когда света не хватает растение уже слабое становится начинает вытягиваться ему не хватает и тогда начинает нападать и детей так что чтобы такого не было нужно его ставить светлое место проветриваем чтобы было комфортно растениях так и я не сказала в начале ролика что гибискус его еще по-другому называют китайской розой ну вот поделилась своей красотой с вами я очень люблю это растение пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал увидимся в следующем видео увидимся в следующем видео у